Геном человека уже почти расшифрован. Программа Марс-500 идет успешно. И даже в деревне Старая Марьевка уже трогали тачскрин. Несмотря на все это, число неизлечимых болезней неуклонно растет. В 2005 году их было около 10, сейчас более 20. Сегодня новой чумой 21 века называют муковисцидоз, генетическое заболевание дыхательных путей. Люди с этим диагнозом не доживают до 30 лет. Французский певец, звездный мальчик Григори Ле Маршаль умер в 23 года. Но его жизнь продолжается. Это чудо видела Ирина Шихман. Здравствуй, Роза. Как твои дела? Спасибо, все хорошо. Ты кашляешь? Уже меньше. Хорошо. Месяц после операции и такой прогресс. Я тоже очень рада. Видимо, тебе еще стены помогают. В этой палате лежал Григорий Ле Маршаль. Знаешь такого? Конечно. Я в плеере все время его слушаю. Роза Миннелли смертельно больна. Три года назад врачи поставили ей диагноз – муковисцидоз и обрекли на дорогостоящее лечение. Годовой курс – 10 тысяч евро. В лучшем случае он продлит девушке жизнь на 5 лет. Расходы по содержанию Розы в клинике ФОЖ оплатил благотворительный фонд певца Григори Ле Маршаля. Я работаю врачом более 40 лет и видел много смертельно больных молодых людей. Большинство из них, увы, жуткие пессимисты, ругают судьбу, озлобленный на весь мир. Я их понимаю. Но Григорий был другим. Он доказал, что больной может быть сильнее здорового. Многие пациенты спрашивают меня, как этот парень с муковисцидозом мог петь. Ведь для этого нужны крепкие легкие. Я знаю, он никогда не думал о преградах. И это был его главный талант. Сыну было всего два месяца, когда нам сообщили, что у него муковисцидоз и каждый его день может стать последним. Будто небо свалилось на голову, я не знала, что делать. Мне помог муж, он сказал, что раз у нас мало времени, мы не можем пропустить ни одного дня общения с Григори. И сын не мог позволить себе жить на черновик. Каждую минуту он наполнял смыслом. Григорий отлично учился в школе, занимался акробатическим рок-н-роллом, в 12 лет стал чемпионом Франции, а потом вдруг запел и о нем узнал весь мир. Грег часто повторял «Хочешь, значит можешь». Сегодня этот девиз помогает миллионам людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Меня зовут Джанига. У меня диагноз, как у Григори. Я не могу самостоятельно дышать. Принимаю по 70 таблеток в день, прикованы к этому аппарату. Иногда срываюсь, говорю себе, я так больше не могу. И тогда я слушаю Ле Маршаля. Его голос меня поддерживает. Меня зовут Людовик. Я считаю Ле Маршаля своим другом, потому что знаю, чем все закончится. А Григорий помогает мне пережить это испытание. 2004 год. На телеканале ТФ1 стартует четвертый сезон реалити-шоу Стар Академии. Аналог российской фабрики звезд. На сцену выходит участник из альпийской деревушки Экс Лебен Григори Ле Маршаль. От его чистого голоса Франция дружно сходит с ума. Каждый второй житель страны любовался этим чудом. За всю историю существования программы таких высоких рейтингов на канале еще не видели. Увидели ли Маршаля и в далекой России через интернет? Я помню, что я была ослаблена просто. Мне кажется, что у меня вся жизнь поделилась на две половины до и после. Его голос, его глаза, взгляд, какие-то эмоции, которые просто чувствовалось очень, что для Григори это какая-то высшая точка счастья будет на сцене. Впервые сын запел в 16 лет, проиграл отцу Пари. В 98 году шел чемпионат мира по футболу. Матч между Францией и Бразилией. Шансы, что победят наши, были минимальными. Но муж верил в лучшее. Грег его подколол. Если мы победим, то я начну петь. И вот Бразилия проиграла 3-0. И Григори весь вечер пел в караоке. Продюсер Оливье Атен – безусловный авторитет французского шоу-бизнеса. За 20 лет карьеры ни одного провального проекта. Артист Лемаршаль тоже его подопечный. Но, рассказывая о Григори, месье Атен скромно называет себя концертным менеджером. Но организовал парню первые сольники в легендарном зале Олимпия. Остальное певец сделал сам. Грегу не надо было ничего придумывать и сочинять захватывающие легенды о его личной жизни. Он просто выходил на сцену, начинал петь, и публика билась в экстазе. А вы использовали болезнь Лемаршаля в его раскрутке? Цинично, но ведь это известный в бизнесе пиар-ход. Вы правы, но я даже не думал об этом. Это миф, что популярным можно стать из-за жалости. Болезнь не сделает человека более или менее талантливым. Пару недель шумихи в прессе – и все. Григорий никогда не обсуждал свой недуг с журналистами. Он вообще не любил жаловаться. Когда мы гастролировали, все лечебные процедуры он проделывал за закрытыми дверьми, чтобы никто из творческой группы ничего не видел. Поэтому все были шокированы, когда Григори не стало. Лемаршаль запустил болезнь. Я видел ухудшение и настаивал на пересадке легких, но он не соглашался. Видите ли, после трансплантации больному нужно вводить слизевыводящие трубки прямо в горло. И эти процедуры могут изменить строение гортани. Был риск, что Грег не сможет больше петь. Но он выбрал не жизнь, а сцену. 30 апреля 2007 года легкие Григори перестали функционировать. Помню, в этот день вся Франция плакала. А в области, где он родился, даже приспустили государственные флаги. Он был национальным героем. Звонок велосипеда – самый громкий звук на улицах города Экс-Либен. Глухая французская провинция оживает раз в год, когда сотни людей со всего света приезжают в гости к Грегориле Маршалю. В июне 2007 года этот парень решил устроить свой личный праздник – День друзей. Вот только сам не приехал. В 2007-м Григори записывал свой второй сольный альбом. Много гастролировал по Европе, его популярность росла невероятно. И как-то он звонит мне и говорит, что решил собрать в нашем городке всех своих фанатов. Ему очень захотелось с ними пообщаться. До праздника оставалось два месяца. Так и обидно. Очень тяжело, все думали, что все это отменится. Но потом в определенный момент, просто когда подошла эта дата, мы подумали, а что если все-таки собраться. Приведем этот день вместе, и вместе, может быть, нам будет легче пережить потерю. Грегориле Маршаль ушел из жизни четыре года назад. Но его поклонники по-прежнему вместе любят и помнят. Сегодня День друзей – это уже большое международное событие. И по случаю – официальный выходной в провинции Савоя. Губернатор особо гордится известным земляком. Меня зовут Серил, я из города Лиль. Здесь я выставляю свою коллекцию фанатских альбомов, посвященных Григори. Я собирал эти книги по всему миру. Вот, например, книга грегорианцев с юго-запада Франции, из Тулузы. Вот это от Грега бельгийцев, Грега швейцарцев, Грега испанцев. Видите, насколько он популярен? Я Фернандо Диас из Мексики. В прошлом году на Дне друзей я встретил свою любовь – Сесиль. Она из Парижа. Благодаря Григори у меня появилась семья. Меня зовут Мамигу Юевет. Мне 86 лет. Пожалуй, здесь я самая старая. Сегодня я продаю открытки. На этих карточках поклонники пишут письма Григори. Мы привязываем их к воздушным шарам и в конце праздника запускаем их в небо. Мы верим, что Григори читает эти послания. День друзей для нас с Лоранц – это прежде всего работа. На этот праздник всегда приезжает много больных ребят, для которых мы – лучшие психологи. Перед смертью Григори был серьезно обеспокоен вопросами лечения муковисцидоза, потому и создал фонд помощи. Когда его не стало, мы с Лоранц бросили работу и стали руководить фондом. Нашли волонтеров, благотворителей, спонсоров. В этом году мы открыли свой кабельный телеканал о муковисцидозе. А Лоранц написала книгу. Я написала о том, как сама переживала потерю любимого сына. Возможно, моя личная история станет для кого-то пособием. Это же целая наука – жить, понимая, что твой близкий человек в любой момент может умереть. Доброе утро, Франция! Сегодня в городке Экс-Лебен празднует очередной День друзей Григори Лемаршаля. Привет всем его поклонникам! В этот раз я застряла в Париже, но мыслями все равно с вами. Вставлю вам мою любимую песню Григори. Спасибо, что помните его. Отчаянная Карин – звезда французского FM-диапазона. Карин и Григори встретились в 2005 году на съемках телевизионного шоу и были вместе два года. Эта песня – десяток совместных фото и тонкий браслет на запястье. Ее память. У нас было два одинаковых браслета. Мы подарили их друг другу на годовщину отношений. Когда Грега не стало, я надела его браслет, а свой отдала ему. Мне важно чувствовать его, ощущать. Мы до сих пор вместе, да, не физически, но я знаю, он любит меня, оберегает и направляет. Вот только что я шла на работу и любовалась парочками, гуляющими по берегу сены. Вы прекрасны! Другим настоятельно рекомендую – позвоните любимым, ну или хотя бы пошлите смс-ку. Им понравится, я обещаю. А, два, три! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Прожить 23 года и войти в историю. А некоторые доползают до пенсии и цитируют поэта. Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...